Теперь мы можем ради интереса вручную, увидим, кстати, что пока в таблице order history пусто, то есть ее никто пока не запомнил, наша хранимая процедура вызвана автоматически не была. И, например, мы хотим зафиксировать изменения в истории заказа с помощью нашей созданной процедуры. Делаем мы ее без помощи оператора call. Дальше мы должны указать название процедуры, которую мы хотим выполнить, и указать список значений аргументов. Итак, у нас мы хотим изменить заказ с идентификатором 1. Статус у него новый 0. Разозначение суммы, по-моему, такое нам. Пытаемся выполнить этот вызов. Мы видим, что он выполнился успешно. Можем посмотреть записи в таблице заказа. Видим, что у нас все стало хорошо. Теперь можем изменить заказу, например, статус отдельным запросом. Видим, что здесь должен, соответственно, измениться статус после того, как мы обновим данные. Мы видим, что он обновился. Таблица order history. Соответственно, не обновилось ничего. Новых записей о заказе не появилось. Если мы, например, снова вызовем нашу функцию, передадим ей новое значение статус. Например, сумма осталась без изменений. Мы передаем то же значение. И выполняем вызов нашей процедуры. Смотрим, что же у нас получилось в результате. Мы видим, что у нас появилась новая запись в таблице order history. Видим, что у нее идентификатор 2 для первого заказа. Статус стал единичка. Сумма осталась такой же. И время. Мы видим, что у нас отметки времени. Во-первых, изменилась отметка времени для предыдущей записи. И создалась отметка времени для новой записи. А отметка времени до какого момента она действительно поставлена в неопределенные значения. Что мы интерпретируем как последнюю запись в истории заказа. Ну и очевидно, что тут не хватает простейшей автоматизации, которую мы могли бы ввести. В частности, мы могли бы добавить триггер на изменение данных в таблице заказов с тем, чтобы наша процедура выполнялась автоматически, запускалась автоматически и добавляла необходимые записи в таблицу истории заказа. Ну и, например, мы можем вызвать, собственно, примерно такой триггер. Что он делает? Ну, во-первых, аналогично использованию определения некоторого разделителя при определении хранимой процедуры мы аналогично определяем разделитель. Дальше мы создаем триггер с помощью операции Create Trigger, указываем его название, указываем до или после какой операции и для какой таблицы он должен быть выполнен. В данном случае после обновления записи в таблице Order и для каждой строки, если этих строк при изменении будет несколько. Ну и в простейшем случае мы должны просто вызвать функцию Update Order History. Можно было бы, конечно, сюда добавить обновления, например, еще в обновляемом заказе мы могли бы установить новое значение даты изменения у нас есть в заказе. Если мы повнимательно посмотрим поле DT Modified, можем, соответственно, могли бы его также заменять. Но здесь надо быть очень аккуратным. Но пока этого делать не будем, потому что если мы вызовем после обновления чего-то в таблице заказов триггер, который будет сам генерировать обновление какого-то поля, мы, собственно, получим рекурсивный вызов триггеров, чего, конечно, нужно избегать. Итак, мы в нашем случае просто в триггере вызываем функцию и передаем ей значение изменившихся данных. Здесь важный момент. Мы используем ключевое слово New, которое позволяет нам в операторе Update, точнее, использовать данные, которые обновились для записи в таблице заказов. При этом важно, что даже если мы, например, выполним запрос, который изменит только какие-то отдельные поля, то ключевое слово New применимо к любому полю обновленной записи. Это важно понимать и необходимо использовать. В данном случае нам это очень нужно. То есть, например, мы не планируем в процессе обновления данных в таблице заказов использовать, обновлять идентификатор заказа. Хотим изменить только его статус, сумму, например. Но при этом нам идентификатор заказа знать нужно для новой записи, для того, чтобы передать его функцию обновления истории заказа. Ну и также мы туда передаем новый статус заказа и новую сумму. Итак, попробуем определить наш триггер. Вот мы видим, что он у нас появился. Он в аналогичном инспекторе объектов. А здесь триггеров у нас нет. Но это на самом деле не так важно. Раз у нас запрос определения триггера прошел успешно, значит, все должно быть хорошо и триггер должен создаться. Итак, мы попробуем проверить, запустится ли он. Для этого посмотрим еще раз содержимое таблицы истории заказов. И попробуем добавить новый, изменить статус нашего заказа и его сумму. И ожидаем, что у нас закроется предыдущая запись истории, создастся новая для заказа 1 с новым статусом и новой суммой. Итак, выполняем запрос обновления заказа. Туда немножко щелкнули. Бывают тут некоторые проблемы с этой средой, но в основном она работает нормально. А, это, видимо, я выполнил эту операцию, попытался начать выполнять операцию с самого начала, а надо было выполнить только текущую операцию update, на которой стоит курсор. Итак, вот мы обновили значение статуса и суммы для заказа 1. Видим, что запрос выполнился успешно и ожидаем, что триггер у нас должен был обработать события и после внесения изменений добавить запись в истории. Обновляем значение здесь и мы видим, что все хорошо. Для нашего заказа 1 обновился значение статуса, обновил значение суммы, закрылась предыдущий момент времени изменения и добавилась новая запись. Здесь в ней, соответственно, открыта запись истории. Вот такой вот простой пример, на котором можно посмотреть, каким образом создаются, могут быть вызваны хранимые процедуры и каким образом можно определять триггеры и их использовать. Вот, как мы говорили, для, например, введения аудита или какого-то журналирования. Вот как раз пример, который это показывает.